всем привет вот это радиатор от лады приуры вот завалялся у меня здесь видите я уже его начал разбирать а начал разбирать его что ну он алюминиевый захотелось мне его сдать и одновременно хочу посмотреть поменяли мы его в результате применение герметика знаете вот заливает когда начинает где-то подкапывать радиатор или там система охлаждения двигателя и залили герметик но залил его не я сразу говорю можете не писать мне гневных комментариев залили другие люди ну чем не менее ремонтировать пришлось мне делал я этот ремонт примерно года три назад у меня есть видео на канале постараюсь конечных заставках поставить ссылку на это дело и вот смотрите от пилю вернее развальцевал я вот эта вот штука была вот здесь вот так вот заделано развальцевал я вот эти усики снял бачок пластиковый радиатора сам радиатор еще раз повторюсь алюминиевый вот а вот эта штука вот которая вальсуется она стальная поэтому чтобы сдать алюминий мне пришлось сначала развальцевать снять бачок ведь я снял и потом взял болгарочку и вот так отпилил то есть стальную часть убрал ну алюминий стоит сейчас в данный момент 60 рублей а сталь стоит 8 рублей ну разница и за поэтому решил я разобрать и показать вам короче говоря смотрите что здесь у нас находится это вот уже три года он лежит это вот заливают когда в радиатор видите какую фигню систему охлаждения отопления заливают герметики он превращается вот в такую вот фигню я не знаю что это сюда заливали может пластилин уложили специально я шучу конечно некоторые сейчас скажут вот всякую фигню льете еще раз повторюсь я не лил я просто вам показывают что герметик применяется для заделывания он видимо вот так вот для заделывания утечки видимо вот так вот откладывается ведь его что превращается это вот только в одной в одном бачке а тут вот еще есть еще один бачок не знаю посмотрим это конечно было верхняя часть кстати говоря потому что вот внизу видите пробка сливная с этого с радиатора поэтому вот эта часть она видимо легче воды и она прилипает вот ко всему внутри ко всей внутренней вот этой этого бачка пластиковых так ну все показал я еще он состоит значит пластиковый бачок мне все такая резиновая прокладка которая видимо для того чтобы не протекал столь считается что это целый радиатор тек не помню уже в каком месте вот это герметик который заливают в баночках превращается видите он фотосоль его что примерно так так теперь что я хочу вам показать а что я дальше делаю я убираю с этого радиатора стальные части вот кстати говоря вот так вот времена есть вот если взять видите развальцева взял кусачки при помощи кусачек я думаю эта штука тоже алюминиевая но на самом деле она стальная то есть весь радиатор алюминиевый к нему прикреплена стальная такая пластина на которой русики этими усиками зажимается бачок пластиковый который через который собственно все и бежит не знаю как это будет сейчас покажу мог бы конечно его так и не развальцовывать просто отпилить болгаркой мне хочется все таки посмотреть что там внизу а это вот нижние резинки амортизатор ставится на них вот это вот краснота вот это вот это герметик где-то где-то здесь он просачивался мне радиатор в принципе не нужен поэтому ломаю его как попало я не ломаю разбираю вот это верхний бачок сам вот он торец то есть бачок радиатора находится не сверху снизу а справа слева вот такой же торец и с той стороны посмотрим что здесь у нас здесь у нас ведь и перегородка это для чего перегородка до до перегородка для того чтобы тассов не шел напрямик сначала сначала заходил вот в эти патрубки раз два три 4 5 6 7 8 9 одинаково количество патрубков то есть он попадает вот сюда в патрубок с двигателя горячим проходит упирается вот в эту перегородку проходит через весь радиатор там по вот этому вот вот этому вот штуке вот вот этой штуке то есть бачку который находится слева или справа не знаю как входит в эти девять патрубков и уже холодный выходит вот с нижнего патрубка и попадает опять двигатель ну как холодно относительно холодный потому что рабочая температура двигателя 100 градусов вот радиатор помогает этот радиатор помогает не перегреть двигатель теперь чтобы дальше разобрать чтобы дальше разобрать нижняя часть и была завальцована тоже металлическая пластина ну чтоб прикручивать к чему-то вернее то верхняя часть до верхней я ее что сделаю просто отпилю сейчас посмотрю где она находится а вот она вот она вот так было и болгарка отпилил у меня получилось эту пластину можно теперь снять то есть одну сторону я отпилил вот она она вот а вторая соскочила это металлическая часть здесь находится болтик здесь находятся такие резиновые втулочки нам нужен алюминий осталось мне от этого радиатора отпилить вот такую же часть которая пилю с другой стороны сейчас все увидите радиатора сыпется грязь туда под низ посмотрите это так забитый радиатор был вот вот они две боковые металлические пластины с этой стороны с этой стороны но тут еще внизу есть так не допилю все чистый алюминий который можно сдавать грязи и ужас сейчас пойдем взвесим сколько же чистого алюминия в радиаторе от лады приора так зашел я домой пока жена не видит сейчас быстренько включу весы включил на нуль поставил ставим радиатор она если это видео видит она офигеет так и того получается у нас прыгает туда-сюда 1575 грамм то по нынешнему курсу если на 60 рублей получается он стоит 90 рублей примерно ну пусть там 92 не знаю сколько 1575 можно точно посчитать ну и для чистоты эксперимента взвешиваю металлические то есть металл металла здесь 800 грамм 88 ну 640 мне дадут 70 ну пусть 7 рублей 7 рублей и 90 рублей это получается 97 100 рублей я с него мог бы ну могу снять а если бы я его не распилил мне бы дали за него ну может быть рублей 18-20 примерно так всем пока